И все-таки жизнь продолжается у героя России Александра Прохоренко, который погиб в марте при освобождении Пальмиры, родилась дочка. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Девочку решили назвать Виолеттой. Напомню, офицер сил специальных операций, старший лейтенант Прохоренко, которого называют теперь русским Рэмбо, не иначе, погиб 17 марта в сирийской провинции Хомс. 11 апреля президент России Владимир Путин посмертно присвоил Александру Прохоренко звание Героя России. Русский Рэмбо Александр Прохоренко погиб, вызвав огонь террористов на себя под Пальмирой. Последними словами офицера были. Передайте моей семье, я люблю их и умираю, сражаясь за свою родину. Спецназовец выполнял по древним городам одиночное задание. Он сообщал на базу координаты террористов. Когда боевики вычислили и окружили его, офицер запросил удар с воздуха. Он не хотел, чтобы экстремисты издевались над ним и формой российских военных. Дом у Прохоренко осталась юная супруга. Молодожены ждали своего первенца. И вот супруга дождалась. Уезжая военнослужащий, даже не сообщил, куда именно отправляется в командировку. Утаил, чтобы не волновать беременную супругу. Классный учитель и герой России Александр Прохоренко прямо сейчас готов пообщаться с нами. Петр Георгиевич, приветствуем вас. Может быть вы в курсе? Вот родилась дочка у Саши Прохоренко, которую погиб в серии, назвали Виолетой. Да, Сергей Васильевич, только... А, это... Я с кем сейчас беседую? Да, вы уже в прямом эфире лайфа. Здравствуйте. Сегодня у Александра Прохоренко родилась дочка Виолетта. И, конечно, мы вновь вспоминаем героя России. Можете сказать пару слов о нем? Петр Георгиевич, как слушаете? Мне очень приятно и радостно, что у моего ученика, героя России, у Саши Прохоренко родилась дочка. Я рад за маму, за Катюшу, что родилась, что все у них хорошо. Чтобы эта дочка была похожа на маму и на папу. Особенно красивые глаза были у папы. Они такие огненно горячие. Чтобы она была, как папа, такая же смышленая, веселая, юморная, немножко озорная. Очень любила петь, танцевать. Саша был такой у нас, очень веселый ученик, добросовестный. Любил учиться, любил спорт, любил родителей. Особенно очень маму, так что вот доченька пускай любит свою маму, Катюшу. Вот такие пожелания хотелось бы дочке передать. Петр Георгиевич, скажите, а сохранились связи с семьей? Хотелось бы, может быть, узнать, если вы, конечно, в курсе, как себя чувствует маленькая дочка. Как проходили роды, может быть, я не знаю. Если, конечно, поддерживаете вы контакты. Нет, извините, я такую информацию не обладаю. Да. Поэтому... Петр Георгиевич, тогда еще такой момент, когда случилась страшная трагедия. Мы все равно сегодня вспоминаем, нельзя обойти страной. Вы лично что испытали, когда узнали эту новость? И как вот поселок вообще отреагировал на все? Так, ну... Ну, по-моему, не только поселок. У нас и район, и область, естественно. Ну, это трагедия большая, когда погибает молодой юноша, молодой человек. Ну, и вместе с тем, вот, у нас односельчане до сих пор, вот, уже прошло сколько времени. Мы гордимся. И до сих пор, вы помните, мне кажется, это самое главное. Петр Георгиевич, скажите, а в школе появился, может быть, какой-то хотя бы маленький импровизированный мемориал в честь Александра Прохоренко? Ну, вы, если, в принципе, вот, мы сейчас вам можем сказать, нашу школу полностью, абсолютно полностью, я прямо, вот, не стесняюсь, называю, это Александр, нам Прохоренко, и всю, вот, до основания только оставались одни стены, разобрали всю школу. Делают лучшие школы, я бы ее назвал лучшей школой России, такого оснащения не будет, по-моему, ни в одной школе. Делается школа, стадион. Ну, а вот ученики, его ученики, вот, вот, выпуск, мы установили, вот, я там был потом, ну, ребят, я всех перечислять уж не буду, установили в лесу, где мы посадили березовую посадку. Ребята с вами собрали деньги, мемориальную доску, поставили столик в лесу, красивую в месте, и, я могу сказать, мы открыли там пакет, который, они писали последние послания в будущее, 24 мая, последнее его письмо. И вот он, единственное, ребята, когда его читали, плакали, что он именно хотел встретиться на этом месте. Вот они, как бы, когда поставили эту доску, вот, мемориальную, и открыли это письмо, вот, все как раз и совпало. Так что, а в самой школе, вот, школа отстраивалась, там будет, вот, не маленький, а там будет стоять весь рост его, вот, бюст героя нашего, Саши Прохоренко. И когда подрастет его дочка Виолетта, она, безусловно, будет гордиться своим отцом, как вы думаете? Я еще раз желаю, чтобы дочка была здорова, красива, чтобы мама, у мамы было очень хорошо, радостно, мы ее будем всегда, пусть приезжают в городки, встречать, будем радоваться, и, ну, а папе рассказывает только-только самое хорошее, он был самый-самый лучший, самый веселый, и, ну, герой во всех отношениях. Герой, больше добавить-то и нечего. Спасибо огромное. На прямой связи со студией Лайв по телефону был кластер, руководитель Александр Прохоренко, Петр Усинов.